Аватары Парагон И всем снова добрый день, мы возвращаемся во вторую игру команды Терс против команды Додок И с вами по-прежнему я, Никита Импас, также по-прежнему один И как мы можем заметить, у нас для команды Легиона уже были взяты Варбист, Виндикатор и Дэдвуд Хеллборн же решил себе взять Доктора Репульсора, Ревенанта и Бегемота На блайн-баны у нас от команды Терс отправились Мидас и Скраб Додоги же решили забанить Рептайда и Нитра Опять у нас Нитра банится, есть в нем секрет Тайная, так сказать, изюминка, которую у нас еще не раскрыли Но и здесь, раз блайн-банят, то пока мы его в пике не увидим Вторая стадия банов у нас проходит довольно-таки быстро И на ней от команды Терс у нас были отправлены Блиц, Мойра и Андромеда в бан Додоги же решили выбрать Свиблейда, Магмуса и Баблса в этой фазе Ну тут больше Додоги убрали Свифта и Баблса Не хотят они каким-то образом Сайланс, Баблса, Репульсор есть Все же ультимейт, который цепляет А герои у них не сильно плотные И мобильные, чтобы каким-то образом задоджить Нету эскейп обилок Четвертым пиком Кинесис у нас сразу для команды Легиона И в прошлом его забанили В прошлой игре у нас на банах, поэтому не взяли Возможно это какая-нибудь короночка команды Легиона Но об этом мы узнаем уже в этой игре Так сказать, скоро не переключайтесь Команда Хеллборна показывает Ревинора Будет ли это он Но Додоги после, в принципе, уверенной победы В первой игре Я думаю, могут позволить себе взять что-то новое Или же Давно забытое старое Как мы знаем, Ревинор у нас раньше хорошо Заходил Но берут они Папетмастера Четвертым пиком себе И, скорее всего, это будет Керри Папетмастер Вместе с Ревенантом в Изи Лайне Бегемот Бегемот, возможно, мид будет Папет С Ревенантом на топе, да И Репульсор, может быть, Лес Хотя вариантов очень много С тем же Папетом, Бегемотом и Ревенантом Это отличная трипла, которая просматривается Что любят у нас делать Додоги Как мы видели это в прошлой игре Свои триплы они просто забрали на первой минуте Т1 Тауэр, что дало огромное преимущество По другим лайнам, где героям, которые стояли в более плохой ситуации Нежели их оппоненты на том же лайне Сомогли комфортнее себя чувствовать за счет этого Тауэра Приобретя тот же ботинок Или какие-нибудь припасы, которые им помогли Хеллборн задумался Так же, как Легион, но сейчас над пятым пиком Будут они решать, что же им нужно взять И Легиону не хватает Лид Керри Если таковым у них не считается уже Варбист Остается буквально полминутки Варбист, если пойдет в лес Кинесси, Суицид, Виндикатор Саппорт Хм Дэдвуд Мид и Эмираль Вардан Керри Пока что это выглядит так У Хеллборна Если Папетмастер пойдет в Соло, Изи Бегемот, Ревенант И герой, которого они сейчас возьмут Могут пойти в Манап Тем самым Репульсер встанет на Соло Мид Что в принципе не худшая, я думаю, идея Канампанк у нас опытный уже игрок Все мы его знаем Валькирия у нас И с Валькирией мы знаем, что Манапы бывают И очень часто Герой, который любит эти Манапы Любит стоять не один на лайне И это ее плюс Под Фиссуру вместе со Стрелой Я думаю, будет довольно-таки интересно Посмотреть на эту комбинацию Если они пойдут все же так Ну и заодно узнаем, будет ли у нас третья карта на Мидварсе Как я уже раньше говорил, если будет один-один То третья карта будет на Мидварсе У нас сыграно Вот такие у нас азиатские правила Направляется Валькирия В Харду Соло Запулили есть и Вардец А на топ у нас Ревенант вместе с Папетмастером Репульсер будет стоять у нас в лицо Вкачал он уже себе почку Сюда направляется и Бегемот Вдял Лорд Миккель, то у нас Мидер Какой же интересный вард у нас сейчас был поставлен от Виндикатора Который увидел передвижение Валькирии И позволил расконтер вардить этот кэмп Тем временем на топе у нас Ревенант поставил тоже вардец Кинесис Соло Харду Легиона принес он себе вардец Вместе с остальными итемами Дабл Мид Или нет, это Варбис у нас Соло Мид Дедвуд И на боте будет Виндикатор вместе с Миральвардом Три ловушки аж уже поставила она Очень боятся они Манапа, наверное А здесь у Дудога в принципе все банально и просто Два, один, два Вот Харда у нас не очень банально Ну и Валькирию Соло тоже не желается отправлять на лайм Как я это уже говорил Вегемот Валькирия Фиссура Стрела Возможно это будет успехом И смогут они Виндикатора пару раз таким образом убить На миде, думаю, все будет почти на равных Все зависит от того Сможет ли Репульсор неплохо бочками добивать крипов А так все Ласт Хиты, наверное, должны быть за Дедвудом в приоритете Кинесис Забирает на топе пачку И делает это очень хорошо Будет он Денай сейчас своих еще крипов Что довольно-таки мерзко считается Бегемот тем самым пытается заблочить пул Но он его и сделал Очень непонятные сейчас действия были Не хотел он подставиться Просто под пачку Не хотел он танчить Чтобы заблочить Поэтому приходилось ему немножко отходить Но тем самым он все же Не смог помешать Дедвуд пока отходит за деревяшками Возможно Репульсор Альти секунды есть Чтобы позабирать хрипчиков И наладить лайн Кинесис на топе стоит в принципе довольно-таки свободно Естественно за счет своего второго уровня Победмайстер все скиллы по одному Есть ботинок уже И с Ревенантом В принципе есть возможность убить Если Ревенант сейчас сделает пул Но он третий раз ждет стакнуть После чего сделает уже пул Есть вард от Кинесиса Который видит перемещение Ревенанта Но у Ревенанта к сожалению нету контрварда Просто денег у него не хватало С его закупом на топе Есть у нас замедление Сразу первый скилл подходит сразу Ревенант Это будет Паппет Шоу И возможность забрать в принципе будет Еще буквально одна автоатака Крит и это ФБ для Канампанга Все хорошо сделали Ну и лайн Ревенант и Паппет не прощают Слишком много контроля Слишком много замедления От такого уйти просто невозможно На ботсе у нас Как-то не очень стоит лайн по-моему С Валькирией Посмотрим по крипам Что обстоят дела 9-2 против 9-4 Почти на равных фарминг он с Валькирией С ЕВ А вот Виндикатор Второй уровень уже имеет Бегемот Пока что похвастаться Сильно этим не может Хотя отличная тут фиссура Вместе со стрелой Но дизарм дает сразу Виндикатор Первым скиллом И агрессия моментально прекращается У Паппета уже есть ПТшка На изи лайне Справляется он с фармом Я думаю неплохо Все у нас из крипов имеет По мида если посмотреть 19 на 2 у Дэдвуда У Репульсера 16 на 0 Довольно равно В принципе как и должно быть Для этого лайна Попадает здесь в ловушке У нас Валькирия По другую крипы Очень нужно опасаться Репульсером Переигрывает его Дэдвуд За счет Дэнаев По уровню И это может сказаться Потому что Магнит не качает У нас второй скилл Репульсер И за счет этого Могут быть проблемы В том что Дэдвуд Его сейчас просто может убить На шестом уровне А до шестого У Дэдвуда остается Буквально еще 3-4 крипчика Дает он Полено Корни Но отлично Лорд Микейль у нас Уходит вперед на него Тем самым На боте Бегемота у нас забрали Здесь втроем Подошел здесь Кинесис Не понравилось ему Стоять на харде Против такой линии И сразу же Сделал на бот Ротацию На миде Есть корни Опять просто По краешку Гранью Так ходит у нас Репульсер И опять Не попадает Корнями Дэдвуд Валькирия Возвращается на бот Всего лишь Один ботинок У нее 600 сверху Похвастаться Сильно не может 200 гпм Одержит Ну и пока что У команды легион Дела складываются Получше Все наверное Решит у нас Обстановка Вместе с Папетом Сможет ли Папет Каким то образом Сделать натиск На Возможно ЕВ Или же На мид Тот же На миде За счет инвиза Ревенант Просто выживает И уходит Очередные корни Попытка убить Ревенанта Но Это все не так Просто делается Дружок Кинесис Юзает Грибы И направляется В сторону Вражеского леса Где Возможно Хочет найти Доктора Репульсера Который здесь Есть Почти без хп Но Уже Шестой уровень Не повезло Шестой уровень Взял он на кемпе Как я подозреваю Был пятый Но и Кинесис В принципе Имел шанс Небольшую бить его Также По линии Пытается закидывать Ревенанта Здесь Выходит Сзади Кинесис Подымает Но Инвис С этим Не Сбивается На боте У нас Осталась Валькирия Соло Один на один Против Евэ Я думаю Эту битву Ей не выиграть Преимущество Небольшое Есть уже В Евэ Как по уровню Так и по золоту Да Очень сильно У нас Прогревает Здесь Евэ Валькирия Но и Волков Не максит Естественно Потому что Этот скилл Просто для замедления Нужен А не для демеджа И максит В принципе Сайланс Здесь И первый скилл Он же есть На боте Агрессия По Евэ И отличная Блайн стрела У нас Сюда залетала И попала На 3-9 секунд В Евэ Задайвила Она Задайвила Очень хотела Валькирию Здесь На сладенькое 100 хп Оставалось Все мы знаем Как это случается У нас здесь Индикатор Хочет Немножко Иксп Получить Нужен 6 уровень Знаем мы Что глобал Очень силен Паппет Приобретает Виспрем Хелм Репульс Репульс В принципе Имеет 400 гпм Хорошо Он в лесу Немножко Рекамер Немножко И будет ли он Покупать Арканку Себе Возможно Потом Разложат В Икону Как мы Привыкли Это делать Приходит Приходит Он здесь Вместе С Валькирией Фармить У нас Дабл Стак Эншентов Канампанк Здесь Привел Своего Петушка От Виспрем Хелма Прирученного Будет он Им стакать Дальше Эншентов Примуще Такого Нет Немножко Легион Проигрывает По золоту В 2000 Но Не столько Ритично Это Сейчас Варбист Приобрел Себе Мидас Пацан Настроен Фармить Очень решительно На миде Цепляют В корне Валькирию Дает она Стрелу Тем самым Отменяет Первый раз Ульту Но По-моему Была секундочка У Валькирии Чтобы улететь Может я ошибаюсь Но Тем не менее Дэдвуд Получает Свой фраг На Валькирии Довольно таки Заслуженный Хорошо Попал Корнями Подошел Ультанул И без проблем Репульсер Развращается В фарме Теншентов И неужели Эта игра В мидасы Будет Потому что Репульсер У нас Купил На скорость Атаки За 1200 А из этого У нас Собирается Немного Итемов А именно Мидас Так точно Мидас Лава И молнии Ну и Почему-то Я думаю Что это будет Мидас Он и есть Два Мидас У нас Уже На карте Возможно Кто-нибудь Выберет Его еще Например Валькирия Захочет Себе ГПМ Поднять Статистику Подправить Папет Выходит На стандартный Нам Шраут Дэдвуд Дэдвуд В руне Инвиза Заходит На топ У бегемота Могут Проблемы Но есть Инфа Сразу Ульта От Валькирия Видит Это Дэдвуд Заходит На топ И Кинейсы Здесь Тоже Будут Цеплять Точнее Попытаются Но Он уже Ушел Под Тавор Опять же Дэдвуд Здесь Все Засветил Спрячутся Они Сейчас В кусты Увидели Здесь Ревенанта Будет Сейчас Ревенант Наверное В инвизе Бегемота Кидать Остается На инвизе 20 секунд И Этого Вполне Достаточно Но Папет Мастера Он не Убьет Много У него Слишком Мармора А вот Бегемота Или Ревенанта Без проблем Нужна Сюда Команда Одному Конечно Вскрываться Здесь Небезопасно Потому что Он сразу Умрет Команда Регион По моему Приступила На пуш Бот Таура Варбист Купил себе Ботинок И Базилку Взял Тем самым Будет Выходить На обуст Уже Дальше По стандарту В инвизе Папет Мастер Вести С ревенанта Будет Умирать У нас Здесь Кинесис Никуда Ему Не уйти Слишком Много Дэмеджа Подходит Дэдвод Дает Ульту Корни По Папету Ставит Сразу Куклу У нас Папет Залетает Сюда Репульсер И Дэдвод Возможно Тоже Умрет Привязывает Ее Первым Скилом Магнит Забирают В ответ Ревенанта Пытаются Продолжить По Репульсеру Но Дэможа Конечно Не хватит Но И Скиллы Закончились На боте Варбист Под Батл Крайм Пушит У нас Т2 Тауэр И Это Ему В принципе Удастся Под Собаками Хотя Есть Сейв ТП Которая Спасает Ситуацию Репульсер Приходит Сюда И Отпугивает Варбиста На топе Также Пытаются У нас Забрать Т1 Тауэр Есть Сайленс По Бегемоту Валькирия Пытается Добить Но Отличный Днай В исполнении Виндикатора Папитмастер Приобретает Себе Уже Вторую Часть От Своего Шрауда А Репульсер Приобретает Себе Дальше Мозг И Есть У него Ринк Сорс Ульта От Валькирии Есть Заход На топе Бегемот Вместе С Валькирии И Скорее Своего Это Будет Смерть Сразу Фиссура Ульта Бегемота И Это Минус Дважды Здесь Уже Погибает Кинесис Имеет Счет 1-3 120 ГП Похвастаться Ничем Не Может В отличии От Его Оппонента Если Рассмотреть По роли Суицид Это Была Валькирия Хотя Она Стояла Вначале С Бегемотом У нее 240 ГП Немножко Больше Дэд Вот Стоит На Миде Сзади Хочет Он И Тауэр И Фражок Спалил Его Здесь Тауэр Ударил Сразу Понимает В этом Ревенант Смещается Чтобы Зачекать И Дэнайт Тауэр Нету Вижен У команды Региона И не Смогут Они Каким-то Образом Помешать Привычная Пауза Для нас Проблемы Немножко Реконнект С Лорд Микаэль И Команда Сразу Готова Дэнайт Тауэр На Миде И Игра У нас Предполагает Быть Долгой Все Уходят Фарм Никто Не Хочет Никого Убивать Трипл Эншт Дальше Продолжают Фармить Будут Фармить За счет Ветруха Оп Дэдвуд У нас Покинул Игру И Ребята Будут Продолжать Игру Вчетвером Вот так Новости Эмеральд Шварден Себе Преоритет Тоже На скорость Атаки За 1200 Как же Называется Волшебный Там уже Алла Крити Бэнд Бэнд всего лишь вдвоем. Бегемот у них пытается фармить, и Бегемот забрал Мидаску, кстати, по-моему. Да, Бегемот забрал Мидаску. Вот. Так. Кто у нас был на миде? Зелененький. Уже и забыл. От Репульсера. Вот. Ой, подставилась у нас Валька и будет здесь умирать без шанса. Дальше догонят и Ревенанта есть по нему бревно, и никуда он здесь тоже не уйдет. И, наверное, можно здесь Валд Консид дать, потому что вчетвером игра весело сложилась. Цепляет у нас Бегемота, который сразу умирает. Дедвуд тоже будет умирать. Папит его все же с ХГ смог забрать. Преимущество небольшое совсем появилось. Можно сказать, его нету. Тысяча. Всего лишь отыграли то, что проигрывали. И вчетвером команда Хеллборна продолжает эту карту. Папит здесь в инвизе попытался кого-то найти, но он понял, что там уже никого нету и дальше продолжает фармить. На боте есть руна Хасты. Возможно, достанется она в Боттл Валькирии. Да, ЕВ купилась у нас себе тоже Мидас. А вот Ревенант решил выживать и его и талисман для него сладкая вещь, которую он себе приобретает. Кинесис заходит, найдет сейчас Ревенанта. Сразу поднимает его. Есть ультимейт. И Ревенант здесь до сих пор живет. И за счет в принципе ой, вот это вскрытие просто его погубит. Один удар минус Ревенант. Ребята бы справились и без него, я думаю. Максимум бы навесил баф на Валькирию, чтобы она ударила и замедлила. Очень было опрометчиво выходить. Папит ждет своего шрауда от ката, выходит найдет сейчас на Хардкемпе у нас Дедвуда, но никого в соло он не заберет. Привязывает он, дает прокаст. А вот залетает стрела и вот таким образом у нас команда Додогов делает два минуса уже на карте. Преимущество по-прежнему пытаются удерживать. В лесу Варбист с Бегемотом здесь просто улыбнулись друг к другу и разбежались. Варбист, хотя дает ультимейт, не хочет он отпускать этого Бегемота, но что он ему в принципе мешает когда у Бегемот есть ПК. Сейчас команда Легиона Вижен достаточно один агрессивный вард стоит у Хлборнаша есть в принципе мид Вижен бот Вижен Находят здесь варбиста в инвизе надо вскрываться нет ульты у варбиста я это знаю заглядает туда пятисекундно и втроем команда тудогов осилила этого пса да сообщают если будет ничья то следующую игру будут играть на мид варсе сразу дается фиссура от бегемота виндикатор погибает продолжение будет ли нет потому что здесь в принципе EV одна виндикатор немножко с другой стороны застрял а на боте сплитал бегемот залетает с ПК по EV ну и EV отсюда никуда не уйдет какие же отличные сейчас фраги и очень важные делает команда додогов не хотят они отпускать эту игру и хотят доказать что вчетвером в принципе я не способен выиграть находят вкусняшечку у нас на вражеских иншах грибной заходик у нас от команды региона кинесис вместе с дедвуда и сзади еще подходит в индикатор но он уже тоже без грибов команда додогов вся стянулась на базу нужно перегруппироваться и наверное начать дальше свои топ мовы и продолжить убивать по карте борьба за каждого крипчика отдают они на топе т1 тавр понимают что дефать им просто невыгодно без ульты валькирии и без ульты бегемота без двух важнейших в принципе ультимейтов в игре отдали у нас на топе забирает варбис себе тавр и уже приобретает вторые пазлбоксы лисит к нему должен рецепт а сами додоги будут забирать на боте т1 тавр в размен на т2 на топе очень не хотят они дефать без какой-либо заранее подготовки без занятия позиции хороший забрали т2 пока что команда догов забрала только т1 ну и команда терз планирует идти в т3 сразу есть тпшки от команды додог все уже на базе будут дефать есть кем а здесь хитрый дедвуд уже закопался сверху и в принципе против дедвуда немножко должны читаться читаться увидели дедвуда сразу залетает 5 секундная стрела и это минус дедвуд загулял он здесь да я тоже думал что вот с этого хайграунда его будет видно стоял он слишком в открытую ошибка каннамбанк продолжает стакать своих хендшинтов за счет своего прирученного а на вражеске когда они в арме оставили предозавра здесь одного на второй рецепт у нас вот пузов был и вот сейчас по-моему третий у нас появляется а точнее firebrand это у нас на EV так же как и на валькирия уже есть завыли волки а это означает что у нас команда хеллборна уходит в инвиз есть у нас вардец и непонятно спалились нет скорее всего нет потому что вызывает пазлов сразу бегемот дает фиссуру глобал и папит на самом деле шансы не очень большие уйти хотя это получается да выживает просто команда хеллборна папит потратил свой шранкет и приступают за стак эншентов очень тяжело им будет просто вчетвером немножко проводить технический тимфайт нужно по хорошему делать какой-нибудь пиков как они делали это с дедвудом на топе когда он пытался сверху к ним залезть и в спокойно заходит в вражеский лес фармить а вижен у хеллборна лишь два агрессивных варда в вражеском лесу и точнее один немножко лейнвард на боте у бегемота 2000 уже на руках так же в принципе как и у папета но у папета 2600 побольше папет имеет шанкин шрауд талисманчик который я думал он использует для горифлокета но этого он не сделал возможно будет сразу гинжура хотя инвиза у них достаточно сразу понятно что там есть гем там есть пазлы наверное винбол выглядит получше ждут на хайграунде видят варбиста сразу ставят по нему куклу есть контроль и минус варбист успел вызвать он только пазлов папет мастер пол хп до сих пор живет есть контроль дальше по дэву это минус дэвут пазлы нужно кому-нибудь забрать есть ведь две мидаски у нас но они все в кулдауне и вальки ресов так просто их добивает волки на волки с одной стороны валька с другой стороны ев будут они соревноваться ну и это два достаточно простых фрага для команды дудоков все они правильно сделали расконтролили и на варбиста хорошо что хватило контроля и дэмэджа потому что по дэмэджу могли быть проблемы ушел он уже в новизион и продолжить особо было нечем кроме куклы папета очень хорошие сейчас перемещения от додогов знают они приблизительно где находятся противники и сразу туда направляются 7400 уже по золоту за командой додог и 12000 опыта бегемод вместе с папетом остается на боте здесь просто каждый каждый раз когда это возможно стакает у нас хардкемп ревенант возможно умрет и по моему была ошибка нажать твой талисман как бы тебя поднял кинесис и ты получишь сейчас прокаст как же неудачно летел бегемод сразу успел поставить третий скилл у нас в индикатор тем самым дал сайлент сразу продолжение глобала и бегемод здесь просто умирает и отдает гем по моему у него был да теперь два гем у нас появляются команды региона это минус два и всего лишь двое живы кономпанк у нас чекает своим крипом руну разбивает инвиз который ему не нужен хм Заходит у нас Паппетмастер в шрауде Находит Эмиральвардом здесь Дает по ней контроль И не сможет здесь пережить Просто этот контроль на нас ЕВ И все же Паппет, кстати, купил у нас Генжуру Тогда есть у него 2400 уже еще на руках И 7-1-3 у него счет 600 гпм Тем самым, по гпм, если посмотреть Команда региона, варбист 500 всего лишь Т2 Без каких-либо проблем Не будет здесь дефать легион И достается команде хелборна 620 гпм Потихоньку Расти сильно не будет Это, я думаю, хороший гпм для Паппета Дэдвод у нас немножко подставился Сразу по нему колоссальный демаж С крита Паппета И под первым скиллом Ревенанта ТПшится сюда сразу варбист Смогут ли они каким-то образом Отдефать, если команда дудок пойдет Но, наверное, наиболее правильное решение Сейчас отступить на Большой Обезьяну У нас 300 гпм В принципе стабильно Все, кроме Паппета Из команды хелборна держат И они пока что просто направились в лес Забирает себе волка Канампанк И этот волк, наверное, для захода на Кангора Есть здесь, кстати, прям вард В самом Кангоре Что может неплохо сказаться В принципе, волк там Сколько-то 30% базового демажа повышает Что не может быть неприятным Генесис На хосте бегает по вражескому лесу Видит на миде вкусняшку В виде Ревенанта Подбегает Сразу есть фиссура от Бегемота Продолжение вторым скиллом Накидывает первый скил И Ревенанта здесь, скорее всего, все равно умрет Да Была батарейка на 6 Что могла его спасти Или хотя бы задержать Кенесиса Воют волки Все мы знаем, что это означает Не уверен Но, возможно, спалились на этом варде Сразу отошли у нас команды Продолжение немножко Не очень хорошее Дэдворд ультует Прожимает Шанкин Зачем-то Бегемот Уже понимает, что он мертв И это Как-то минус 2 Просто отдачи у нас идут От команды Додог Тяжелее им сейчас морально В четвером они играют А их Просто Игрок сидит рядом с ними Не наблюдает за всем этим действием Печально, когда такое случается Но на Валькирии появляется у нас Шеллбрекер первого уровня И будет она неплохой дэмош наносить Команда Легиона Направляется на Кангора Хотят они его забрать Позды закончились Волки тоже Но волки-то не проблема Налетает стрела Зачекала она на Кангору Увидела, что здесь Тусовочка намечается Но до Бегемота еще нету В принципе 20 секунд его нету Что может сказаться Не уверен, что Паппетмастер Сможет вместе с Валькирией В соло задефать Здесь Хитрая ловушка Заходит он на ловушку Но под Шанкинг Хедом Сразу убивают Здесь уже Варбиста Что не может не радовать Продолжение по ЕВ Буквально пару автоатак еще И ЕВ тоже умирает Продолжение по Дедвуду Как же ему больно Под скиллом Ревенанта Есть Виндикатор Которого тоже отрезали Есть у него зеленка И Отличное Паппет Шоу И можно сказать Без Бегемота Забрали четверых Сейчас Паппет вместе С Валькирией в соло Конечно же Не обошлось И без скиллов Ревенанта И Ревенант решается В соло забрать Эту большую обезьяну Потому что Она не нравится Ему Шторм Спирит Появляется на Ревенанте Продолжение следует... Паппет С токеном Приобрел себе Линку Ноль стон То есть Какой у нас уже Второй шеллбрагер Появляется на Валькирии Кинесис Стоит Как Тигр Выжидает На топе В кустах Ждет свою жертву А именно Наверное Ревенант Он хочет Более вкусного Наверное Нету Все же Валькирия Третьему Влинкнется Хотя и Ревенант Уже Немножко по ХП Даже больше чем Валькирия Имеется Ветра У него Теперь Паппет Смело Заходит на Миди Начинает Бить Т2 Знает Что у него Есть токен Линка И он Достаточно Уверенно Чувствует Себя Залетает Здесь Бегемот В ЕВ Дается Сразу Глобал Но Бегемот Хорошо Прожимает Шранкин Тем самым Сбрасывает Себя Сайленс И Фраг На ЕВ Успешно Выполнен 12600 Уже Позволутся За командой Додок 18500 По опыту И Символ Фрейдж У нас Появляется На Папет Мастере Будет Он еще Плотнее Еще Неуязвим И Убивают Ему Линку Но Не уверен Что это Сильно Ему Испортит Погода Две с половиной Минуты Еще на токене Достаточно Чтобы Зайти Хотят Они еще Момент Вот Пока Нету ЕВ Зайти Дед Вот Непонятно Как-то Влетал Здесь И Попадается Под корни Папет Сбивают Опять Просто Линку У нас Дается Первый Скил Виндикатора Но И Пытаются Просто От Деф Как-то Отброситься Тем Временем Варбис Все это Время На Боте Пуш И Уже Подошел К Т3 Сразу ТП Сбегемот В инвизи Нужно Отдевать Эту Пачку Иначе Очень больно У нас Тавор И Остальная Команда Дуга Отошла Отошла Минута На Токене И Нужно Сейчас Команде Дудок Заходить Ждать Еще Пять Минут Немножко Неслесообразно Наверное Фармить Особо Валькирию Только А Тем Самым Противникам Будут Давать Больше Фарма Видят Они Варбис На Боте Понимаю Что Немножко Безопасно Заходить И Подловили Здесь Сразу Кинейс И Выбивают Еще И Гем Разбивает Его Хуена У нас Минута На Токене Не Уверен Что Команда Терс Его Таймила Но Если Даже Так Лайн Они Потирают В любом Случае Парбис Будет Пытаться Сплитить Бот Где Тоже Угрожает Опасность Потому Что Валькирия Сюда Уже Топ Шнулась И Не Даст Она Ему Спокойно Бить Скорее Сего Бегемот Тоже Уже Бежит На ПТ Сразу Взрывает Как же Много Какая Пачка Крипов Была 3.6 Секунд Залетает Стрела И Здесь Минус Здесь Пытается Подцепить Папет Мастера Есть Ульта От Дэдвуда Но Она Сильно Не Повлияла И Под Первым Скиллом Папет Просто Зарезает Дальше Папет Шоу По ЕВ Минус Пол ХП Уже Дальше Продолжение Есть Сайленс По Папету Включает Он Символ И Не Чувствует Дэмэдж Особо От Варбиста Который Выкупился Один Выкуп Лайн Все равно Потеряли Токен Остается 15 Секунд Пытается Как-то Папет От него Избавиться И Это ГГ ГГ В четвером Команда Додоков Смогли Справиться Со Своими Противниками Поздравляем Отличную Игру Показали 2-0 У нас Команда Додок Побеждает В этой Встрече И На этом У нас На сегодня Шоу Матч Подошел К концу Всего Лишь Один Он У нас И Следующие У нас Сегодня Тигры Хонтура Еще будут Нашего На нашей сцене Поэтому В 9 Часов Мека Против Бичи Будет Если я Ничего Не путаю Поэтому Далеко Не отходить Ждить Всем Всем Пока Четвертый Сезон Хонтур Представляет Аватары Парагон Забери Полную Коллекцию Аватаров И получи Эксклюзивные Бонусы Покупай Аватары Парагон И увеличивай Призовой Фонд Турнира Угадывай Результаты Матчей И выигрывай Ценные Призы Делай Ставки На Тур Хон Гарена Ру Редактор субтитров Корректор А.Егорова